Здравствуйте, меня зовут Екатерина Буранова и мы продолжаем серию прямых эфиров КФУ Лайф. Сегодня у нас в гостях Институт математики и механики имени Лобачевского и представлю наших спикеров. Это заведующий отделением педагогического отделения Фархад Шаукатович Зарипов, прошу прощения. Здравствуйте. Доцент кафедры теоретической механики Ренат Султанович Якушев. Добрый день. И заведующий кафедры геометрии Аркадий Александрович Попов. И напомню абитуриента, что вы можете задавать свои вопросы в официальной группе ВКонтакте Казанского Федерального университета. Ну и приступим отвечать на вопросы. Первый, наверное, будет такой общий. Расскажите вообще про ваш институт. Какие у вас есть направления? Казанский университет с 1804 года. С тех самых времен было четыре разряда в Казанском университете. Естественно, конечно, математика, механика с этих времен. С тех самых времен в университете готовятся специалисты по математике, по механике. И на сегодняшний день у нас три отделения по педагогам, по математикам чистым и по механикам. Ну, соответственно, по математикам педагогам коллега будет рассказывать, по математикам тоже коллега подготовил выступление. Ну, я буду говорить о механике. Ну, несколько слов про механику. Механика начинается с орудия и с оружия. С самого начала, с самых древних времен. То есть это праща, это пика и так далее. Но современная механика, это далеко ушло от этих простых средств добычи, пищи и труда. Хорошо. Про другие направления? Давайте я расскажу про математиков. У математиков, ну, как у всех остальных, наверное, это бакалавриат, магистратура, аспирантура. Ну, а что касается того, что такое математика, я надеюсь, все имеют представление еще со школы, поскольку предмет еще и в школе уже достаточно один из самых основных. И на математике эти знания развиваются, поволняются. Я надеюсь, что мне потом хорошо используется, когда люди работают, те, которые закончили наш вуз. Ну, а про педагогическое образование Фархад Шелкадыч скажет тоже несколько слов. Ну, я многое скажу. Скажи. Это вводные слова скажу. А, вводные слова. Ну, вы все знаете, что профессия учителя математики, информатики, самая востребованная для нашего государства, нехватка учителей, и поэтому те, кто заканчивает, они всегда востребованы и могут найти всегда работу. В нашей республике только более 300 вакантных мест, и поэтому в этом смысле это как бы полезная профессия. А что касается отделения, я еще отдельно расскажу, но мы как бы про учебные программы, это, наверное, отдельно будет, да, рассказ, да, что мы как бы сочетаем себя как бы классический, математистический такой, такое направление, классический университет плюс синтез, скажем, новых методов информационных технологий и новых требований времени, да. Вот. Ну, все-таки далеко не будем отходить. Давайте все-таки поговорим про это конкретное направление, форму обучения, так скажем, какие у вас есть программы обучения, вот как раз вы затронули эту тему. Это я, да? Ну, что касается... Ну, давайте про... Немножко там двиньте. Что двиньте? Про структуру... Да. Пожалуйста. Про структуру отделения, которое состоит из трех кафедр, это, значит, вот тут на слайде видно. И... А что касается направлений, направлений у нас вот есть... Ну, про направление будем сразу, да? Нет, это механика там... Еще дальше чуть... Нет, это педагогическое... Педагогическое... Чуть дальше можно там? А, да, тут есть, да. Учебная программа по направлению вот педагогическое образование. У нас есть пятилетний бакалавриат, пятилетний профиль называется «Математика, информатика, информационная технология в образовании». Так. И вот я уже говорил, что вот эта программа как бы основана на вот таком сбалансированном синтезе классического университетского математического образования и современных тенденций, связанных с ускоренным развитием информационно-коммуникативных технологий, вот с другой стороны. Поэтому вот курсы... Я про всю программу... Тут сложно рассказывать, можно там двинуть немножко. А так, условно, вот курсы можно разделить как бы на три блока. Три на три. Это мы, значит, осваиваем курсы чисто такой математические, ну, такие как алгебры, теория чисел, математический анализ, геометрия и так далее. Ну, второй блок — это информатики и компьютерные технологии, куда входят языки программирования и методики преподавания информатики. И третий блок, можно сказать, вот педагогический, педагогико-психологический блок, где у нас курсы связаны педагогикой, психологией и методикой преподавания, математики-информатики. И вот я бы еще туда включил четвертый блок. Это математическое, компьютерное и дидактическое моделирование и проектная деятельность на основе междисциплинарных связей, как вот объединяющий блок. То есть при подготовке вчителей на основе междисциплинарных связей, чтобы добиться метапредбедных результатов, основное внимание уделяется решению задач, направленных на построение моделей математических и компьютерных. Ну, тем самым возникает обратная связь, используем проектную деятельность, деятельностный подход. И вот так можно разделить. То есть не совсем отдельно идут эти курсы, математические, компьютерные, а попытка еще создать нечто цельное, которое их объединяет за счет междисциплинарности. То есть основное для учителя это создание научной картины мира, так скажем, тоже. И поэтому нужно всегда объяснять, для чего эта математика востребована. Они должны, в свою очередь, объяснять это своим ученикам, чтобы они понимали, что у них возникала мотивация и так далее. Бакохват. Благодарю за ответ. Будет что дополнить? Пожалуйста. Отделение математики. Это одно из трех наших отделений. У бакалавриата там две специальности. Это математика и компьютерная науки и математика в цифровой экономике. Как вы видите, и та, и другая специальность с компьютерными вещами связана. Магистратура. Это, опять же, три таких направления. Это опять математика и компьютерная науки. Анализ на многообразиях и геометрия ее приложения. Дело в том, что на мехмате Казанского университета есть такие классические школы, включая, разумеется, и механику тоже. Это будет отдельный разговор. А у нас на нашем отделении три таких научных школы с богатством всевозможных ученых, которые там работают, аспиранты, магистры. Ну и аспирантура, опять же, по таким математическим дисциплинам. Так что вот так это все приблизительно выглядит. Бакалавриат четыре года, магистратура два года, аспирантура четыре года. Так что, welcome. Я вот просто хотел еще добавить, что у нас есть пятилетний бакалаврят, о котором я больше говорил. Ну, есть еще заочный бакалаврят, который открыли вот в года три только, да? Вот тут можно будет там открыть. Там срок обучения четыре с половиной года. Четыре с половиной года. И чуть дальше. Вы сейчас про заочную. Да, про заочную. Вот этот слайд вышел. Прозоочная. Ну, просто для нас это очень важно, потому что об этом мало информации, а вот эта востребованность всегда есть. Чтобы заочно дистанционно обучаться, тем более, скажем, выпускникам педагогических колледжей, которым, возможно, закончили несколько лет назад, возможно, только заканчивают, да, то они могут вступить. У нас 25 человек, бюджетных мест. Это раз. Во-вторых, что там еще? После окончания не могут работать как преподавателями, учителями математики, так и информатики. Поэтому такая объединенная программа. Что еще? Могут туда поступать выпускники педколледжей, техникумов любых направлений, и при этом, если у них нет ЕГА, ну, недавно сданных ЕГА, которые востребованы, да, они могут поступать по внутренним экзаменам Казанского федерального университета. А те, которые, скажем, закончили педагогические колледжи, да, скажем, они могут, скажем, ну, там у нас три экзамена, вместо общественного знания сдавать педагогику, допустим, да, то есть это могут, чтобы было легче, а так экзамены обычные, там общественное знание или педагогика по выбору, русский язык и математика. Вот, поэтому я вот обращаюсь всем работающим, скажем, где-то там в школах, у которых нет высшего образования, даже, может быть, кто хочет второе высшее получить, что вот иметь в виду, вот про это заочное обучение, и приходить к нам, а? Возможность? На заочное обучение. Да, на заочное обучение, да. Хорошо, и, наверное, поговорим про институт механики. Про отделение механики. Отделение механики самостоятельное, как бы, подразделение. У нас две кафедры, которые ведут подготовку по специальности механика. Дело в том, что механика, прежде всего, прежде всего, так сказать, связана с жидкостями, газами и твердыми телами. Но еще можно отвести еще следующее направление, когда твердые тела взаимодействуют с жидкостями и газовыми. То есть проницаемость этих взаимодействий различных состояний вещества. То, что касается механик деформирования твердого тела, это кафедры, которые готовят по этому направлению. У нас есть бакалавриат и магистратура. Аналогично по кафедре гидроэромеханики тоже ведется подготовка по бакалавриату и магистратуре. Естественно, конечно, преуспевающие студенты могут поступать в аспирантуру. Поскольку механика в последнее время стал очень много внимания обращать различным механизмам и конструкциям специфическим, не обязательно технологические направления или строительные направления, или авиастроительные, а именно как раз, когда дело касается механизмов. Так вот, в этом смысле у нас открылась новая специализация, прикладная механика, по которой ведется подготовка. И в этом направлении получены достаточно успешные результаты. В последнее время наша кафедра даже достигла результатов, что проводить эксперименты, если это у нас получится, на космических станциях. Интересно. Ну, а теперь, если экран виден, то можно как раз показывать, что подготовка идет по кафедрам, схема видна. Прежде всего, я сказал, кафедр гидравиомеханики, это связано с жидкостями. Прежде всего, взаимодействие с жидкостями, когда обтекание происходит в газовой среде или в жидкой среде, то есть это корабли, самолеты, которые перемещаются в такой среде и соответствующие конструкции, которые подвергаются воздействию окружающей среды, жидкой или газообразной. Поведение этих механизмов и создание соответствующих аппаратов и соответствующих механизмов отследования и исследования таких структур, это как раз идет по этой кафедре. Что касается механико-деформирования твердого тела, это, прежде всего, конечно, упругие тела, твердые тела, и они как ведут себя. Ну, конструктивные элементы, как показано на рисунке, различные конструктивные элементы авиационных, кораблестроительных сооружениях, вертолеты, корабли. Ну, и иногда у нас возникают очень сложные вопросы, когда эта среда многокомпонентная, то есть это когда рассматривается композентный материал. Ну, в частности, можно привести самое простое, это резинокортный материал автомобильной шины, который, даже простая автомобильная шина, включает в себя порядка 20 конструктивных элементов, которые по-разному работают. И нужно взаимодействие этих элементов четко представлять себе, чтобы получать результаты. Значит, здесь картины представлены, когда подземные или подводные трубопроводы проводятся, или проводятся расчеты, когда мы проводим туннели для метростроя. Казанский, кстати, вариант стал актуальным, и исследования в этом направлении проводились на базе нашей кафедры. Ну, дорожное покрытие тоже интересно. Студенты наши участвуют в различных программах, которые находят поддержку на уровне правительства и на уровне университета. Вот Оскар Сыченков создал целую лабораторию, в которой очень интересные направления и исследования проводятся на базе кафедральных материалов, кафедральных инструментов, и получены очень интересные результаты. Ну, как проводятся исследования, последние, которые связаны с микробиологическими объектами, биологическими объектами, это как раз представляет интерес как для медиков, но еще в последнее время проводились исследования, связанные с растительным миром, с растительными конструкциями, которые из себя представляют достаточно сложные объекты, и совместно с Академией наук, с Институтом биологии проводили исследования и интересные для них. Ну, то, что касается практики, которые проходят наши студенты, это прежде всего, конечно, научно-исследовательские институты, научно-исследовательские центры, связанные с промышленностью и которые связаны с военной техникой. Ну, на картине представлено, как наши студенты проходили практику или встречались с заводом, где производят соответствующие инструменты и соответствующие конструкции. Студенты наши достаточно интенсивно работают, просто вынуждены они это делать, чтобы успевать по своим учебным программам. Аспирантура, успевающие студенты как раз поступают в аспирантуру и продолжают проводить исследования свои во время учебы в аспирантуре. Вот картины, которые представлены на рисунке, я просто проскочу быстренько, какие объекты разные у нас представлены. Так, вот кафедра у нас представлена достаточно большим количеством преподавателей, которые специалисты в своих областях. Вот, пожалуй, вопрос. Ну, далеко, чтобы не уходить, я так понимаю, у вас практика ориентирования очень, ну, приземленная. Приземленная, которая как раз непосредственно реальная, так сказать, на земле, как говорят, обычно проходит. То есть либо авиационный завод, либо какой-нибудь... Ну, в том плане, что ее хватает, потому что это не просто теория, студенты у вас, так скажем, погружаются в атмосферу. Ну, тем более база для этого, в Казани есть вертолетный завод для этого, там судостроительный завод недалеко. Отлично. При необходимости они как раз и могут проходить практику там. А если говорить про педагогическое отделение, вот как проходит практика, допустим, у студентов? Я тоже хотел рассказать, если можно, там можно слайдить тоже, там есть как раз про научно-исследовательскую работу студентов. У нас практики проходят в Казанске в основном школах. Вот, студенты пишут с квалификационной работой, используя вот практические навыки, которые они приобретают во время именно практики учебной и производственной, так скажем, да. При этом у нас вот широкий формат еще работ студентов. В каком плане? Они, с одной стороны, они, ну, большая часть, конечно, занимаются вот школьными науками, скажем, методикой преподавания, психологическими науками. Большинство идут в магистратуру. У нас своя магистратура, про которую я уже сказал, да. А что касается научных исследований, у нас есть курсы вот такого широкого формата, ну, такие как робототехника, да, машинное обучение курсы, да. И поэтому студенты участвуют во всяких проектах, связанных, скажем, построении моделей, да. И некоторые, как бы, работы, ну, и имеют научную ценность. Еще не все. И у нас, как, вот, скажем, достаточно много математики и информатики, математического моделирования, и за счет этого некоторые даже студенты, ну, вот, у каждого есть свои наклонности, да. Если они хотят заниматься чистой наукой, скажем, да, математикой, той же механикой, они могут поступать, так и происходит, поступать в другие магистратуры, но не в педагогическом профиле, допустим, да, математического профиля или идти туда в аспирантуру. То есть такое тоже практикуется, и мы, как бы, довольны этим. То есть, вот, разнообразие направлений достаточно большое, включая то, что некоторые любят, ну, настраиваться на какие-то административные должности. Там вот есть, там у нас приведены дипломные работы, связанные робототехникой, а дальше еще, вот, участвуют, участвуют, можно дальше там? Дальше. Вот, тут приведены в разных стажировках, скажем, есть там, название забыл, ты чуть дальше, там, про Сочи. Да, у нас, да, название забыл, Сириус называется так. Есть, как бы, программа, вот, по информатике, математике, которая у нас в республике, тоже филиал Сириус, и, как бы, некоторые ездят в Сочи еще, там, есть, вот, как бы, основное подразделение этого Сириуса, да. То есть, эти, они всем этим занимаются, и, что, я, так, что еще можно сказать? Ну, тут как раз можно еще затронуть тему того, что, какие возможности Ваши институт дает. Да, да, про возможности, я уже сказал, слишком, вот, даже не слишком, а нормально широкие возможности. Начинают с науки, работают, там, в школе, колледжах. Некоторые, вот, у меня была аспирантка, она, она закончила педагогическую магистратуру, и сейчас она работает в энергетическом университете преподавателем, да. То есть, очень разнообразные, такая, разнообразные направления, включая то, что, вот, некоторые, вот, я знаю, одного недавно закончила, сначала директором школы работал, потом работают, как бы, директором совхоза, даже такое есть. На педагогическом магистратуру. Хотя закончила, да, педагогическое направление, ну, значит, талантовый, и он идет по административной деятельности, такого много происходит. Заучи, директора школ, наши выпускники работают. Хорошо, а на других отделениях, вот, по поводу возможностей научной деятельности, мы поговорили про стажировки, про то, что у вас практики достаточно много, какие-то, возможно, лаборатории именно в университете открыты, или, ну, как у нас ваши студенты именно, так скажем, научную деятельность развивают? Давайте я начну с того, что, во-первых, я хотел бы сказать, подпомочь немножко коллеге, на педагогическом отделении прекрасная олимпиадная подготовка этих учителей, на педагогическом отделении работают люди, которые, ну, в Казани-то уж точно одни из лучших специалистов, которые занимаются школьниками. Это, кстати, параллельная такая у них деятельность. Что касается самого математического отделения, ну, вы, наверное, уже обратили внимание, что и механики, и педагоги, это люди, которые связаны у механики, там, непосредственной такой деятельностью, у нас подготовка, да, теоретическая, но представьте себе любую ситуацию, какой-нибудь бизнес-проект, который занимается, не знаю, дронами. Вы должны этот дрон как-то ориентировать в пространстве, что-то там описывать, и эти математические модели, если вы руководитель этого бизнес-проекта, ну, как он человек не привлечет в этот проект математика, или, я не знаю, банковские проекты, ну, как без математических моделей, которые разрабатывают математики, как без таких специалистов обойтись, и я не думаю, что это возможно. Поэтому понятно, что выпускники математического отделения уж точно пользуются популярностью и в бизнесе, в частности. Не говоря уже о всяких высоких административных, так сказать, должностях, которые они сплошь и рядом занимают. Хорошо, давайте немного, если вам нечего больше добавить по этой теме, перейдем к моментам поступления. Вот вопрос, есть ли у вас профили подготовки по специалитету? Возможно, мы уже упоминали, но вернемся, еще раз проговорим, возможно. Возможно, специалитет. Разве что. Нет, на самом деле нет специалитета, но, смотрите, я хочу тут подчеркнуть, что вот бакалавриат у нас пятилетний, да? Обычно бакалавриат ты бываешь четырехлетний, да? А у нас пять лет обучения. За счет этого мы успеваем давать много математики и много педагогических информации, педагогической науки, и поэтому специалитета нет. Но вот сама программа, если так его сравнить с бывшим специалитетом, ну, она ничем не хуже. Все это содержится. Ну, так получилось, что мы его назвали бакалавриатом пятилетний. Ну, все равно стандартные, так сказать, процедуры, это обучение, это бакалавриат, магистратура, аспирантура. Ну, сейчас так оно повелось. Ну, там, правда, есть вот тонкости. После специалитета можно было пойти в аспирантуру, да? А так, получается, я, насколько я помню, сейчас надо обязательно закончить магистратуру. В аспирантуру нельзя, пока не закончишь еще магистратуру. Да, вот тут, скажем, я вижу какой-то минус. Как бы дольше надо учиться, получается. Хорошо. Следующий вопрос интересует направление математика в цифровой экономике. Можно рассказать чуть подробнее про само направление, как учеба проходит, где работают ребята после такого направления, и чему там в целом учат? Ну, давайте я начну с конца. Где работают? В страховом бизнесе, всевозможные математические модели, в банковском бизнесе, задачи стандартные, в логистике, которые возникают, работают наши выпускники. В экономике. В экономике. В разных специфических направлениях экономики. Вы понимаете, без математических моделей, без всевозможных математических задач, пожалуй, мало кто обходится. Ну, разумеется, речь идет о таких, так сказать, областях, в которых теоретическая наука все-таки сказывается и должна использоваться. Кстати, много программистов, математики я тоже знаю. Да, конечно. Что касается... Что там еще было? Как проходит учеба у ребят? Учеба происходит достаточно сложно. Математика предмет непростой, я понимаю. То есть, поступая на Мехмат, вы должны осознавать, что вы должны будете достаточно сильно развить свои мозги, что вам придется сдать много экзаменов. Это непросто. Но зато, закончив Мехмат, вы получите вот этот вот свой статус. Человек, который будет брать вас на работу, понимающий, что да, вы этот Мехмат закончили, он будет иметь представление о том, что вы достаточно человек способный как минимум мыслить, что ваш мозг развился и вас способен на многое. И, в общем, преодолев эти сложности, вы можете получить за это. Можно добавить просто. Насчет математики нужно иметь в виду, любой ребенок начинается с трех вещей, которые нужно для того, чтобы стать образованным. Должен научиться читать, научиться писать, и научиться считать. Что означает читать? Читать — это символы разные, которые мы видим, и буквами обозначаем, и потом умеем выписывать. В этом смысле абстрагирование мышлительного процесса подразумевает, что математика, все разные объекты, которые в жизни реальные представляются, должны быть абстрагированы и представлены в виде неких символов. И, соответственно, работа с этими символами гораздо проще, чем реальными предметами работать. И поэтому комбинаторика, поэтому алгоритмы, все эти вещи на базе чистой математики. То есть механики наши, которые готовятся по специальности, которые гидромеханикой связаны, жидкостями связаны, но должны представлять, что это жидкость в виде неких формул уравнений конструктивных элементов. Естественно, если они должны изучать механико-деформирование твердого тела, то опять-таки в этой сплошной среде могут быть пузырьки, могут быть всякие моменты, и все это нужно описать. Если мы это описывать будем, значит, применяем различные символы и обозначения. Естественно, обозначения эти оперируются. И если мы получаем некие результаты, в результате оперируем с этими символами, она может быть переноситься на реальный мир и там апробирована. То есть, наверное, можно сказать, что такая сложная и объемная наука... Но она по сути облегчает, можно сказать, жизнь. Секундочку. Когда вопрос идет о том, какая наука самая сложная, давайте я все-таки сказал, мне всегда казалось, в школе что математика это самый простой. Да, конечно. Я понимаю, но написать сочинение сплошь и рядом было намного сложнее, чем решить эти задачи, которые эти говорят. У меня... Давайте я вот пару слов скажу про... У меня коллега со мной, который учился, он год проучился в мединституте. И когда он говорил о том, как они сдавали экзамены, меня это просто в ужас повергало. Человек, чтобы сдать один из четырех экзаменов, должен быть выучить там Талмуд по анатомии, который, в общем, там 800 страниц, что-то ужасное. В общем, как это можно сделать? И в этом смысле математика — это, я бы сказал, самый простой предмет. Ну, там все понятно, все... Ну, надо, да. Надо сесть и разобраться. Да, надо. Но зато, если вы, так сказать, уделяете этому, так сказать, свое внимание, свои, так сказать, вы хотите этого достичь, в общем, тогда это самый простой предмет. Вот я утверждаю, что да, это один из самых простых предметов, на которые, человек, человеческий мозг с посадом. Могу просто добавить, просто, что на самом деле, когда человек умеет упорядочивать все эти объекты, систематизировать, с ними обращаться проще. Если представить себе обычную сумку, в которую все подряд бросаешь, она будет мешанина. А если ты определяешь это в этот угол, это в этот угол, то с ними оперируют легче. Поэтому математика приводит ум в порядок. Спасибо за такой обширный ответ. И мы будем уже завершать. И такой заключительный, наверное, вопрос, где можно найти информацию про поступление, возможно, какие-то конкретные даты, баллы посмотреть, на что ориентироваться, куда обращаться. Возможно, сайт, возможно, телефон. Казанский университет, пожалуйста, вот, Руслан Анатольевич, если покажет, ну, мои презентации, прям эта ссылка едет. admissions.кпфу.ру это сайт, на котором достаточно много информации о том, как, где, ну, я понимаю, что вот на слух эта фраза admissions.кпфу.ру, наверное, сложно воспринимается. У меня там даже есть где-то QR-код, так сказать. Кроме того, есть вот там внизу, если я не ошибаюсь, да? Вот этот QR-код, это QR-код дня открытых дверей, который мы проводим, туда тоже можно прийти, вот вы видите те даты. Один день открытых дверей уже прошел, и поэтому здесь вы видите только два тех, которые еще будут. То есть ближайшие 19 лет? Да, ну, а что касается вот сайта приемной комиссии Казанского университета, но даже если вы его не запомнили, то в любом поисковике приемная комиссия Казанского университета, и там много-много чего есть, включая, ну, например, образцы там тестов в магистратуру, или там программы в аспирантуру. Ну, что касается бакалавриата, то тут уже, конечно, по результатам ЕГЭ, ну, а все остальное там точно есть, включая даты, включая возможности для поступления иностранных граждан, там бесплатно, там, для Таджидыкистана, Казахстана, Белоруссии, я не помню, еще Узбекистана, по-моему, то есть, всю эту информацию, на этом сайте можно найти, она достаточно богатая. Могу порекомендовать еще сайт мехмата, kpfu.ru бакслэш масс, там тоже есть раздел, посвященный абитуриентам, пожалуйста. странный там, где-то был, вот, да. Ну, можно добавить просто, что схема, которая есть, можно сначала сайт университета найти, сайт университета, если там находишь уже какое-то направление интересное, соответственно, можно дальше заходить кафедральный, точнее, сначала факультетский, институтский сайт и там общее представление, а если уже дальше интересует, скажем, математика или педагогика, то можно соответствующие кафедры или отделения, представлены на сайте соответствующего отделения. И перед тем, как закончить, я на самом деле хотела бы... Я тоже добавлю, там ВКонтакт есть, да? Открыли, да? Нет? Это наш, да? Да, вроде есть. Я тоже хочу сказать пару слов. У нас, помимо всего прочего, есть еще и Олимпиада, по результатам которой тоже можно поступить, например, в магистратуру. Она называется магистрем. К сожалению, в этом году наши абитуриенты уже опоздали, вчера был последний очный тур, но если кто-то соберется в следующем году поступать в магистратуру, можно воспользоваться такой предварительной возможностью, так сказать, сначала пройти вот эту Олимпиаду и в общем считать, если вы там призер или победитель, что вы уже поступили. Такое тоже возможно, и об этом тоже не надо забывать. Я тоже хотел добавить, вот тут контакты есть. вот это касается вот тех даже, кто хочет обучаться по направлению, которые есть заочные, там про это я говорил, ну даже я бы пишите вот на мой адрес, да, можно этот адрес можно запомнить, а можно найти на сайте института, да, там что непосредственно я собираю данные, потому что это важно получается, да. Я еще раз повторю, Фархад Шоукатыч за рипов. Нет, там написано вот, написано, и поэтому можете лично послать там какие-то вопросы по этой почте, да, вопросы и свои как бы желания поступать или не поступать или там какие-то другие вопросы можете всегда писать. Что касается еще там есть же страны, которые вот перечислены, да, чуть выше там, а? это Казахстан, Киргизия, Узбекистан, да, там еще какие-то страны, которые могут поступать на бюджетное обучение наравне с российскими гражданами, то есть они тоже могут писать, спрашивать и участвовать на этих приемных экзаменах или там посылать свои документы, И пускай не пугает, что механика как бы немножко не совсем как-то математика, на самом деле олимпиады, которые проводят преподаватели механик-математического факультета, института, вот, есть еще олимпиады по физике, по результатам проведенных по олимпиадам по физике или математике можно поступать на специальность механика, на бакалавриат и магистратуру, это учитывается. Да, да. Кстати, я забыл сказать, сколько у нас приема в этом году, вот на пятилетний бакалавриат у нас в прошлом году 25 было, а в этом году 38, то есть уже побольше стало. Увеличилось. Да, увеличилось, и поэтому возможности тоже увеличились получается. Есть еще магистратура на 15 человек, тоже педагогического направления. Вот. И, ну, что касается проходных баллов, ну, сколько было? В прошлом году было примерно там на каждый предмет где-то 82 балла, да, это средний балл имеется в виду. На заочное направление поменьше было, и поэтому так что поступить можно, и мы приглашаем вас вступать в наше направление. Кто будет учиться на мехмате, на механик математическом крутите, он просто приобретает новый язык. Значит, кто-то знает русский, кто-то знает татарский, кто-то французский, а тут еще будет математический язык просто. Хорошо. Я лично от себя просто хотела еще вопрос задать, он, возможно, немного абстрагирован. Вот научная деятельность у вас хорошо развита, что вы скажете про внеурочную деятельность? Ну, как и в любом, я думаю, институте. У нас это тоже самое проводится. У нас студентские эти самые, как он называется? Фестивали. Фестивали. Концерты. В неурочное время куча вещей, которые проводятся, чтобы студенты не заскучали. То есть ваши студенты, они не просто погружены в науку, они проживают полную студенческую жизнь. Спортивые мероприятия, да. Во всех они включены, и во всех, так сказать, есть у нас спортсмены, которые с результатами, есть, которые хорошие, так сказать, художественные самодеятельства, результативные они. В середине институтов КФО, мне кажется, вот Мехмат по спортивным достижениям в одних из первых мест находится, насколько я помню, да. И также по фестивалям еще, которые каждый год проводятся, день первокурсника. Скоро студвесна будет, совсем скоро студенческая весна. Мехмат занимает первые места. А есть студенты, которые ездят на конференции? У студентов-математиков не меньше, чем у других. Я бы даже сказал, что не меньше, потому что на всех этих олимпиадах и на всех этих фестивалях и спортивных соревнованиях стараются быть не последними. Даже если на первое место не выйдут, ну, второй, третий точно надо занимать. Ну, как минимум, у вас предоставляется такая возможность заниматься и творчеством, и спортом, и наукой. Если вам что-то добавить, заключающее слово, возможно, что-то передать нашим телезрителям. Если хотите состояться в жизни и приобрести специальность, которая вам позволит в любой отрасли жизнедеятельности человека участвовать, то, получив образование на Мехмате, вы можете очень хорошо подготовиться к жизни. Поскольку выпускники Механик-математического факультета, я все время так называю Института Механики-математики, преуспевают как в государственной службе, бизнесе, то есть можем просто приведить, на сайт зайти и посмотреть, кто, где наши выпускники. От бизнесменов, депутатов и успешных, как это называется, менеджеров и бизнесменов. Все? Все. От себя еще раз хочу поблагодарить за ваши ответы и в целом то, что пришли к нам сегодня. Мы будем завершать нашу встречу. Меня зовут Екатерина Буранова, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok